Россия играет особую роль в безвозмездном вооружении Армении. Армения не может себе позволить приобретать новое оружие, но ей активно помогают вооружаться союзники, тем самым поощряя страну агрессора не садиться за стол переговоров. Об этом сказал военный эксперт Рашат Сулейманов. Говоря о выступлении президента Ильхама Алиева на общих дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которые прошли в формате видеоконференции. По словам Сулейманова, оружие и военная техника – одна из самых затратных отраслей в мире. Нынешнее состояние военного бюджета Армении не позволяет ни обеспечить военную мощь, ни приобретать технику, но Армения компенсирует это посредством России. В конце 90-х годов прошлого века Россия осуществила безвозмездную передачу Армении оружия и военной техники на сумму 1 миллиард долларов США, включая 27 оперативно-тактических ракет «СКАД». Такая же тенденция наблюдалась между странами и в последующие годы. В 2006-2007 годах часть вооружения и техники старых российских военных баз, расположенных в Ахалкалаке и Батуме, была вывезена в Армению. Согласно официальной информации, в этот же период Армении были подарены 27 самоходных артиллерийских установок «Акация», а также большое количество транспортных средств, различные боеприпасы. Россия играет особую роль в безвозмездном вооружении Армении. Помимо России, в этом процессе задействованы такие страны, как Сербия и Иордания, отметил собеседник. Он подчеркнул, что Армения является членом организации договора о коллективной безопасности, что способствует ее вооружению. Хотелось бы напомнить, что недавно Россия предоставила Армении кредит на покупку нового оружия и техники на сумму 200 миллионов долларов США. Тем самым Россия обеспечила поставки в Армению различного вооружения, в том числе боевых самолетов Су-30СМ, системы ТОС-1А, зенитно-ракетного комплекса ТОР и различного стрелкового оружия. Согласно просочившимся в СМИ из различных источников данным, Россия в августе 2012 года безвозмездно передала со склада 102 базы в Армению неразглашаемое число пехотных боевых машин БМП-2 и БМП-3, командно-штабных машин Р-149 на базе БТР-80, бронетранспортеров БТР-70, БТР-80, а также гаубицы, артиллерийские боеприпасы, снаряды для танков и ЗРК, управляемые ракеты, неуправляемые авиационные ракеты и много всего другого. За таким интенсивным вооружением Армении стоят ее союзники, которые предоставляют армянам, можно сказать, бесплатное оружие, сказал Сулейманов. Союзные страны помогают нашему врагу под предлогом предоставления старой техники. Это безвозмездное оружие, поступающее из-за рубежа. Оно придает им силу, поощряя Армению, не садиться за стол переговоров. Вследствие этого вражеская страна не отказывается от своей оккупационной политики, резюмировал собеседник. Российский эксперт. Вместо беженцев, армяне в Карабах стягивают бандитов. Армянские и проармянские агитаторы-пропагандисты обвиняют Баку в том, что на самом деле вытворяет Пашиняновская хунта. Ситуация в противостоянии Армении и Азербайджана снова накаляется. На этом фоне в ряде СМИ появилась информация о сирийских боевиках, якобы прибывших в Азербайджан, дабы помогать отвоевывать Карабах. Называются цифры от 300 до 1000 человек, якобы участников протурецкой группировки СНА. На основании этого ряд проармянских экспертов заявляет, что Баку и Анкара что-то затевают. Тут сразу видно, что это полная дезинформация, Азербайджан не нуждается в боевиках-наемниках. Это вытекает из простой статистики. В настоящее время численность азербайджанской армии составляет более 80 тысяч человек с самым современным вооружением. При этом, как показало июльское обострение, Азербайджан не испытывает недостатков добровольцах. Благодаря им, а также резервистам, находящимся в настоящее время в запасе, в случае мобилизации численность азербайджанских вооруженных сил возрастет кратно. Подчеркиваю, кратно. Думаю, что в случае необходимости поставить под ружье 250 тысяч хорошо обученных бойцов для Азербайджана вообще не проблема. Об этом пишет российский военный эксперт Алексей Хлопотов. Ну а что мы имеем со стороны Армении? Ее армия едва насчитывает 35 тысяч человек, а готовый резерв примерно в 2,5 раза меньше, чем у Азербайджана. При этом не факт, что в момент мобилизации большинство этих резервистов не разбегутся по миру, лишь бы только не попасть в мясорубку, которую готовит народу Армении Пашинян и его правительство. Всем давно известно, что армянские семьи предпочитают скрывать своих детей призывного возраста, отправляя их как минимум в Россию. Обычные армянские граждане хоть и являются в массе своей патриотами, но не собираются отдавать на убой своих сыновей, причем из-за Карабаха, интерес к которому у большинства рядовых граждан Армении давно уже погас. Сегодня жители Армении столкнулись с многолетней транспортной и энергетической блокадой, беспросветной бедностью, многочисленными небоевыми потерями в армянской армии и многими другими проблемами, вытекающими из неурегулированного Карабахского конфликта. И они уже вряд ли будут собираться на центральных площадях, скидывать вверх кулаки и кричать «Ми Ацум!». Из этого следует другой вопрос, кто на самом деле заинтересован в наемниках? Угадайте с одного раза – Армения. И они действительно зазывают к себе всякий разный сброд, который уже навоевался в Сирии или Ливане. При острой нехватке населения в настоящее время в Карабахе проводится незаконная политика заселения территорий так называемыми сирийскими и ливанскими беженцами – армянами с Ближнего Востока. Под видом беженцев сюда стягивают и разного рода бандитов, сколачивают из них банды. Вот поэтому, когда мы говорим о проведении операции по деоккупации территории Нагорного Карабаха, эта операция должна носить статус контртеррористическая, ибо здесь формируется гнездо и рассадник терроризма. В конце концов, печально известные Асала и Дашнак Цютюн никуда не делись. Они меняют вывески, но продолжают действовать. Надо понимать, что информационная война ведется на опережение. Она ведется даже тогда, когда пушки еще молчат. Ее проявление мы и наблюдаем в упомянутых выше публикациях армянских и не только армянских средств массовой информации. Фактически, армянские и проармянские агитаторы-пропагандисты, как говорится, валят все с больной головы на здоровую. То, что вытворяет пашиняновская хунта, приписывается официальному Баку. Впрочем, всем адекватным людям это вполне ясно и понятно. Всем известно, кто на самом деле в конфликте на Южном Кавказе является агрессором и провокатором. От этой славы Армении уже не отмыться.